Гранд Шримад Бхагавадгита, глава 3, текст 8, глава называется «Карма-йога», перевод стиха. «Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримадача Бхактивиданта Свами Павпады. «Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семей, а также искусные, профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнял свой долг воина, кшатрия. Арджуна был семейным человеком и военно-начальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрия и грехасхи. «Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны. Ни сам Господь, ни одно из священных писаний не поощряет тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддерживать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу, преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Итак, мы с вами говорили о разновидностях восприятия, о разновидностях понимания, говорили очень много о разных обязанностях. Но сегодня я хотел бы поговорить о понимании, поскольку без понимания никто не может приобрести знания. А без знания человек не может решить ни одной материальной проблемы, не говоря уже о духовных. Поскольку именно материальные проблемы являются препятствием в духовной жизни. Поэтому каждый это ощущает на своей собственной жизни, на жизни окружающих. Что если мы говорим о чем-то, о каких-то неуспехах в духовной жизни, то, несомненно, препятствия были не духовные, а какие? И то, что они стали препятствием в духовной жизни, говорит о том, что человек не обладает чем? Знанием. Как эти проблемы решать? Чтобы они не были препятствием в духовной жизни. И так каждый раз наш ум рисует нам всевозможные оправдания, картины, по какой причине мы потерпели крах или неуспех в духовной жизни. И в частности, когда мы читаем какие-то стихи из Бхагавадгиты, то те, кто не хочет заниматься целиком духовной жизнью и хочет просто действовать ради плодов, они сразу вдохновляются этим стихом. Вот видите, никто не должен бросать работу, надо работать. Но здесь говорится, что человек должен выполнять религиозные обязанности. Если он не занимается полной религиозной деятельностью, то есть не работает, а занят, допустим, монашеством. В частности, как студенты, допустим, искон. Это люди, студенты искон, это люди, которые называются брахмачари. Брахмачари и брахмачари, то есть мужчины, которые ведут студенческую жизнь вашими брахмачари, поскольку этот искон является институтом. Это институт. Институт, который должен подготовить квалифицированного брамана. И браман на самом деле не склоняется, хотя говорят браман или брахмани, что женщины это брахмани, а мужчины это браманы. На самом деле браман это не совсем понятие половое. Браман это тот, кто осознает. Безличный браман. Это означает, осознает разницу между телом и душой. Осознает. Не знает об этом теоретически, как мы говорим. Я знаю, знаю. Курить вредно. Я знаю, знаю. Надо вставать рано утром. Я знаю, знаю. В семейной жизни там нет счастья. Это не знание. Это теория. То, что называют философской спекуляцией. И теоретическое знание, каждый ощутил, вообще ничего не дает. Кроме, что человек становится болтуном. Это то, что происходит с образованием в данной ситуации, в наш век. Все люди образованные. Это образованные кто? Болтуны. Однозначно. Все, чему они учат, в школах, в институтах, где бы то ни было, лишено чего? Это знание. Это просто пустая болтовня. На темы мироздания, на темы нравственности, на темы педагогики, на темы институции, семейной жизни, общества, разных составных частей общества. Просто болтовня. И не больше. Почему же это болтовня? Люди не осознают, что существуют определенные процессы в природе. Они не осознают, что существуют разные модусы этой природы. Как благость, страсть, невежество. И невежественный человек может говорить фразы, которые полностью относятся к гуни какой? Благости. И мы видим, люди ведут невежественный образ жизни, но цитируют Платона, Аристотеля, еще разных других. Ницше цитируют или кого-то еще. Эти самые философы, которых они цитируют, точно так же цитировали каких-то более древних. Это, как говорится, древние философы цитировали свою древность, а мы цитируем свою древность. Таким образом, даже понятие древней философии так же обусловлено определенным поколением. Мы иногда говорим, вот мой отец говорил мне, а ему говорил его отец. Или мы говорим, мне говорил дедушка, но ему, нашему дедушке, говорил его дедушка. Это не древность. И поэтому существует этот процесс гносеологии. И не каждый ученый разбирается. И цитирует Ленина, Ницше, цитирует Баха, Фейербаха, вот еще. Очень странные цитаты. Это не философы древности. Люди не знают, что такое даже древность. И они доктора, кандидаты, доценты. Они студенты с высшим образованием. И они упираются в древность своей эпохи, не более. Какой эпохи? Которую они сохранили в своих чувствах восприятия. То есть, то, что им доступно для понимания, чем они способны восхищаться. И они восхищаются олимпийскими играми. Они восхищаются греческой культурой, как самой такой изначальной, фундаментальной, возвышенной культурой. Которая является лишь выбросом какой-то другой культуры. То есть, испражнением другой культуры. Итак, люди не знают этой темы, о которой мы говорили с вами, гнасиология. Так же, как мы можем не понимать, кому обращен этот стих и почему. Кришна затрагивает в этом стихе вопрос Варна Ашрамы. Он говорит, что Арджуна по своей Варне был кшатрием. Кшатрием. Кшатрием и военно-начальником. А по своему Ашраму он был кем? Грихасхой. Итак, по деятельности он был воином. Он был рожден военным человеком. Он обучен был. Что значит рожден военным человеком? Мы видим, что у нас есть очень много обученных шудр военному искусству. Как узнать? У них нету качеств воинов. Они не могут убить. Они сентиментальны. У них неправильное представление о справедливости, о наказании преступников. И они уходят с поприща кшатриев. Хотя любят очень бить ногами, руками, стрелять и так далее. Но они не могут наказывать преступников, не могут видеть кровь, не могут видеть, так сказать, оторванные головы и руки. Они после этого не могут спать и жить спокойно, если они прошли через это. Но кшатрия не так сентиментален. Человек, прирожденный кшатрия, для него отрубленная голова или руки, это настолько несентиментальное, невозбуждающее чувство действия, как раньше дети отрывали лапки тараканам, женщины убивают на кухне и травят тараканов, морят. После этого никто не мучается совестью. Представляете, женщина раздавила тараканы и всю ночь не спит, всю жизнь себе простить не может, начинает пить. Можете представить себе? Таким образом, люди, несомненно, обладают не кшатрийской природой, хотя обучены. И так Кришна говорит, прирожденный. И Он объясняет Арджуне, что прирожденный кшатрия, Он рожден уже воином. В нем проявлены определенные качества. Он не сентиментален. Даже если Он не обучен, в нем можно рассмотреть, что Он не сентиментален. Он обладает повышенной категорией понятия долга, чести. Он очень сильно реагирует на позор. Можно видеть мальчика, который маленький, худенький, но для него убежать позорно. А большие в драке убегают, а этот маленький остается, хотя его избивают. Это кшатрия. Он просто не обучен. А большие эти, они шудры. Потому что они даже не задумываются, что они теперь выглядели трусами. Они даже не додумались до этого. Они даже подумали, что это вполне нормально, что мы убежали. Зачем нужно было так действовать? Они предают. Они подставляют. Они на кухнях бьют жен. Это не кшатризм. Точно так же, как Брамана. Можно думать, что Брамана это кто в очках. У кого есть диплом. Но там говорится, Брамана определяется по прирожденным качествам, а не по способностям. Прирожденные качества Брамана должны быть. То есть, проявленные при рождении. Врожденная природа. То есть, то, что человек наработал в прошлых жизнях, проявлено в его определенных качествах. У кшатрия какие? Умение руководить. Посмотрите на любого бойца. Умеет ли он руководить? В Махабхарате описывается, что умение руководить связано с очень сильным магнетизмом, что означает умение увлечь за собой, вовлекать в любую деятельность. Это природное качество кшатрия. Понимаете, да, что такое природное? Ему не обучали, его не развивали. Он с ними что? Родился. Природное качество кшатрии. Отвага в бою. Его не обучали. Он отважно себя ведет. Даже если ничего не умеет, он будет отважно себя вести. Храбрость. Он храбрый с рождения. Это не значит, что он был трусом, потом обучился и стал храбрым. Он храбрый с рождения. Следующее качество. Благородство. Это не значит, что он побыл в искон и стал благородным. Был сволочью, потом побыл в искон и раз облагородился. Кришна в Бхагавадгите говорит, прирожденные качества, таковы качества. Благороден. Это значит, умеет прощать. Слабых защищает. Нетерпим какой-то несправедливости. Благородство. Итак, арджуна по варне. Варна это означает гуна карма. То есть, то, что привело его в этой жизни, в такому рождению, с таким комплексом качеств. При рождении. И мальчика отбирали по этим качествам и делали воинам. Обучали его в соответствии с его качествами. Если в нем проявлялись качества воина, то его и обучали военному искусству. Какие же качества у современных воинов описывает Парупада? Воинов качества? Нет. Шудры, которых обучают военному искусству. Шудры, которых обучают военному искусству. И поэтому, как бы они хорошо ни стреляли, ни бегали, когда бой, они боятся. Они не проявляют отвагу. Когда захватывают в плен, они не проявляют благородство. Они не умеют увлекать за собой. Они не обладают отвагой в бою и храбростью. Но очень хорошо стреляют в тире. Очень хорошо колодят по мешкам и выступают на соревнованиях. Дерутся в пьяных драках и потасовках с пьяными. Говорится, кшатрия никогда не поднимет оружие против пьяного. Никогда. Таков моральный кодекс. Спешившегося, сдавшегося в плен, лишенного колесницы, безоружного, сумасшедшего, пьяного, женщину, старика, ребенка. Кодекс есть. Брамана. Говорится, прирожденные качества брамана. Чистота. Первая идет чистота. Это описывается в шастрах. Иногда мы видим в Бхагавадгите не по порядку. Это в результате перевода разного. На первый идет чистота. Что за чистота? И пропады объясняют. Гигиена. Как узнать, что человек брахманичен? Он очень гигиену соблюдает. Прирожденное качество. Он не терпит нечистых вещей. Тело нечистого. Не может, когда какая-то грязь где-то есть, не переносит грязи ни в своем теле, ни в теле других, ни в том месте, где он живет. Прирожденное качество. Это не значит приобретенное. Прирожденное. Браман. Чистота. Далее говорится. Это аскетизм. То есть с детства человек может себя в чем-то удерживать, в чем-то ограничивать. Проявление аскетизма. Знание в Брамане проявляется. Что же за знание? Он не сентиментален. Может быть ему и хочется, но он очень хорошо видит, к чему это приводит и не делает таким образом. То есть знание это способность контролировать свои чувства, эмоции. Он тут же видит, что глупо кричать, глупо драться, что можно без этих всех эмоций обойтись. Он очень хорошо с детства увидит, что это проявление невежества. И так знание в нем проявлено. И так далее. И так Кришна здесь говорит о качествах. Варна, гуна карма. И так же он говорит о башраме. Какие религиозные обязанности должен исполнять человек, который работает на работе день и ночь, в ночную смену, врачом, преподавателем, шофером, кем угодно. И вот ашрам это то, что помогает человеку что? Очиститься. Очиститься. Для чего? Для чего здесь он говорит очищается человек? Для того, чтобы понять свои взаимоотношения. То есть ради понимания. Человек исполняет религиозные обязанности, чтобы очиститься. И когда он очищается, он может правильно что? Понять. И так мы поговорим об этом понимании. Если бы не было комментариев, не было бы людей, которые очистились, мы бы не поняли комментарии. Не говоря уже то, что крупным черным шрифтом напечатано. Слова Арджуны, слова Кришны, Дритараштры, Санджаи, Арджуны. Мы бы не поняли этого. Как? Правильно. Понимание, говорится, ведет к знанию. А знание помогает решить все проблемы материального мира, которые препятствуют живому существу в достижении счастья. Таким образом мы можем видеть, кто из нас продвинут, кто нет. Способен ли решать человек материальные задачи или нет. Поэтому пропады быстро, мгновенно различал людей по наличию того, чем они руководствуются, когда возникают что? Какие-то проблемы. Сентиментальны ли они? Или они пользуются знанием, а не сентиментами? Итак, люди в своих оценках используют сентиментальную науку, сентиментальное знание. Цитируют болтунов разных. Почему? Потому что они лучше их что? Понимают. Это их предел. Ницше, это их предел. Маркс и так далее. Не буду перечислять. Это их предел. Поэтому они принимают эволюционную теорию Дарвина. Они принимают какие-то другие теории. Потому что это предел их понимания. Состояние их сознания. Ану мая, прана мая, мана мая, вегиана, ананда мая. Это предел. Это как бандиты, которые захватывают кого-то в заложники, преступники. И они говорят, миллион рублей и ящик водки, и сумку наркотиков. Все, это предел. Это предел, ради чего они пошли на такое ужасное преступление. Миллион рублей или миллион долларов. У людей предел. В силу их ограниченности. Точно так же и люди, которые встали на путь духовной жизни, их предел. Дай мне хорошую семейную жизнь. Это их предел. Это их ограниченность. Они встают на путь духовной жизни и думают, как бы муж не пил. Вы можете себе представить такую ограниченность, как осквернено сердце человека, который вступает на путь божественного знания, а в его сознании ограниченный такой, что я это делаю, чтобы муж не пил, чтобы дети не болели, чтобы родственники садских планет поднялись. И так у людей существует этот предел. И в соответствии с этим пределом, несомненно, у них есть понимание. Этот предел понимания. В соответствии с этим формируются мотивации и деятельность с пониманием. Поэтому говорится, что определенные виды действий еще не указывают на понимание. Что же указывает на понимание? Это способность решить через эти действия свои какие проблемы? Материальные. И решить их, чтобы они дали, что? Духовный прогресс. Как же Арджуна решил свои материальные проблемы, свои привязанности к своим родственникам, к разным отношениям? Он через них переступил. И в итоге получил, что? Духовный прогресс. Мы можем сказать, что Арджуна – великая личность, он в знании. Или мы могли бы засентиментальничать и говорить, как же так? Когда люди слышат, что надо оставить семью, они говорят, как же так, оставить семью? Ну поругались, ладно, уж помиритесь. Я думаю, все у вас будет хорошо, Лакшина Райана, с дочерью или с кем-то. Вы сентиментальны, потому что вы глупы. Я не ради этого потратил столько лет жизни, чтобы получить знания. Я переступаю навсегда через что-то. И хочу научиться переступать через все, совсем, навсегда. Потому что это препятствует тому, ради чего мы здесь все, что собрались. Вот почему люди оставляли семьи, а семьи – это не значит жену, толстую, жирную и противную. Это до боли любимых детей оставляли. Подданных, зависящих от полностью, вся жизнь материальная зависела от этих людей. Богатство, царство – все нужно было оставить. Без сожаления, как отхожее место. Вы можете себе представить слова шастр? Оставить это без сожаления и сравниваться. Что значит без сожаления? Как отхожее место. Не как красивую спальню, не как столовую, не как кино и ресторан. А как отхожее место. Без сожаления. Вы сожалеете, что что-то оставили в отхожем месте? Вот такое же чувство должно быть, когда человек что-то оставляет. Не должно быть сожалений. Но поскольку мы всегда окружены кем? Людьми в невежестве, у которых великое образование, прекрасные сентименты. Они нас начинают атаковать. И мы попадаем под влияние этих людей, которые нас вынуждают, что? Принять их представление. И как вы думаете, их большинство или меньшинство? Может ли в духовной жизни фигурировать принцип большинства и меньшинства? Как вы думаете? И Прупада говорит, когда невежественные массы определяют, кто лидер. Как же невежественный человек может определить, кто лидер? Он будет думать в соответствии со своим пониманием. Поэтому невежественная масса не увидит лидера. Лидера могут увидеть только те, кто обладает чем? Знанием, а не сентиментами. Они могут видеть, что этот человек может ради духовного знания оставить что-то, как что? Как отхожее место. А не помириться потом с этой какашкой. Знаете, я на время ее смою, а потом я на другом конце узнаю, где она выскакивает. И одену на нее гирлянду. Нет. Суть не в том. И поэтому Шрилу Прупаду часто спрашивали. Вы что, обиделись на свою жену, что она вам перевода, как печенье? Прупада сказал, как вы не поняли. Так защитил мою духовную жизнь Кришна. Он создал специальную ситуацию, которую я бы не смог разрешить. Он мне помог. Он знал, что из-за этого я ее оставлю. Но она очень хорошая. Просто я всю жизнь молил Кришну помочь мне в моей духовной жизни. И когда Кришна видел мои препятствия, он создавал так искусно условия, чтобы я оставлял это. Не потому, что это плохо, а потому, что для моей духовной жизни это уже стало из-за меня же, он говорит, препятствием. Что я привязался, сконцентрировался на этом. И это стало препятствием в моей жизни. И Кришна помогал мне разрешать эти проблемы. И поэтому Кришна говорит, я есть знание. От меня исходит знание, память и забвение. Я создаю для своего преданного те ситуации, благодаря которым он может пересечь, любую проблему решить. И поэтому Шрилл Парупаде, иногда слушая, как он оставил жену из-за того, что она там что-то неправильно сделала, они говорили, ну ничего, вы помиритесь. И Парупада очень долго смеялся. Но он ничего им не объяснял. Почему? Они не понимали, что у него нет проблем с женой. Нет у него проблем с женой. Он очень хорошего мнения остался, когда понял, что это устроил кто? Кришна. Чтобы он смог оставить то, что уже могло превратиться во что? В препятствие в его духовной жизни. В чем же знание Парупады? Что Парупада смог это увидеть, разглядеть. Не было никакой обиды. И не было плохой жены, прекрасной жены. Была лишь привязанность, которая мешала отречься. И так видеть глазами знания и видеть глазами невежества, это два разных положения. Два разных положения. И так люди не могут видеть и ощущать что-то правильно. Почему? Чувства несовершенны. В чем же несовершенство чувств? В том, что в этих чувствах вожделения. Все хотят наслаждаться отношениями. Никто не хочет служить. Все хотят наслаждаться этими отношениями. Отношениями с детьми. Отношениями с мужьями и с женами. Отношениями в коллективе. Какие нужно создать отношения в коллективе? Для чего? Цель. Чтобы наслаждаться. Не для того, чтобы вместе что-то делать. Что делать вместе? Наслаждаться. Совместное чувственное наслаждение. Итак, все в этом мире создается сентименталистами, которые устремлены к наслаждению. Все философии, научные открытия, мы говорили, археология. Почему есть запрет на археологии и незапретная? Потому что одна археология вскрывает, что не надо наслаждаться, подтверждает, что путь должен быть и нужно многое оставить, а другая археология будет подтверждать, что что делай? Наслаждайся. Продолжай наслаждаться. Вот почему существуют эти полярности, или, как мы говорим, мир двойственности. Люди не понимают этого. Почему? Они не рассматривают ваши поступки и ваше поведение с позиции чего? Знания. Они не могут определить лидера. Почему? Они сентиментальны. Им кажется, что это жестокость. Что это то? Почему? Потому что сами они не ищут что? Истины. Атату Брамаджигиаса. Настало время. Я получил это человеческое тело, и оно предназначено для поисков чего? Истины. Истины. Оно не предназначено для отношений с детьми, с женами, с подчиненными, с богатством, с государством. Тело само предоставлено Богом и создано Богом только для одной цели, что в этом теле человек может постигнуть истину. Это тело предназначено для йоги. Тапо-дивьям. И он говорит Арджуне, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Не обращайся ты к каким-то другим учителям, они не знают истину. И нет истины выше меня, Бога. То есть, человеческое тело предназначено для восстановления отношений не с женой, а с кем? С Богом. Душа, используя именно этот инструмент, и этот инструмент предназначен для постижения духовной сути. Все остальные тела не предназначены для достижения или постижения истины. Но что мы постигаем? Как лучше разбить доску, как победить корейца, как устроить свою старость, как помирить кого-то, как похоронить. И даже не замечаем, что все это препятствие в нашей духовной жизни. Мы окружили себя только одними препятствиями и не можем решить ни одной проблемы. Почему? Это четко указывает, что мы в невежестве, которое пытаемся представить себе и окружающим, как что? Оправдание наших неуспехов в духовной жизни. Кришна говорит Арджуне, если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждет процветающее государство, все виды чувственных наслаждений и в конце жизни ты вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Итак, есть путь Кришны и есть наш путь. Один человек пришел к выдающемуся духовному учителю, к Кришнаву, и сказал, дорогой гуру Махарадж, я такой-то, такой-то, я пришел к вам. Я слышал, что вы можете дать мне путь к самоосознанию и к осознанию Бога. это правда? Гуру улыбнулся и сказал, да, но все будет зависеть от тебя. И он сказал, что ты сделал для того, чтобы встать на этот путь? Ученик ответил, я оставил семью, работу, друзей, я оставил все ради того, чтобы встать на этот путь и достигнуть истины. истины. Сколько понадобится времени мне? И он сказал, если ты до заката солнца его пройдешь, ты увидишь истину и приобретешь все. Самоосознание и самоосознав себя, ты осознаешь истину Бога. Он сказал, до заката? Он сказал, да. А длинный ли этот путь, сказал он тогда, повеселев. Шастры нам тоже говорят, очень быстро можно. Поэтому новички-то, они все вдохновлены, очень быстро, и это правда. Очень быстро, он сказал, до заката солнца. Человек сказал, а долг ли этот путь? Он сказал, может быть, несколько метров, может быть, несколько километров, а может быть, сотни миль. Все будет зависеть от тебя. Это твой путь. И он сказал, раз так быстро, до заката солнца, давайте немедленно пойдем по этому пути. Дорогой гуру. Он сказал, хорошо, пойдем. Но помни, что от человека все зависит, потому что это его путь. Я лишь могу тебе указать, но идти тебе придется самому. И если ты не будешь отвлекаться, то до заката солнца, ты его пройдешь. Они обошли дом и предстали перед странной старой калиткой, на которой висел ржавый замок. Гуру открыл замок и сказал, входи. И человек шагнул вместе с духовным учителем на тропу, выложенную из очень красивых камней. И они пошли. Не успев и дойти до первого поворота, человек увидел необычайные птицы, необычайная атмосфера, которая наслаждала его чувства. Он слышал пение таких необычных птиц, он видел необычные прекрасные растения, водопады, пруды, что он замедлил ход. Отчего? Было все так красиво. Первый раз он ощутил покой. И первый раз он ощутил такую красоту природы, избавил движение. Гуру шел впереди. Он шел и смотрел по сторонам, слушал. И пройдя немного, он увидел огромный стол, сервированный самыми изысканными кушаньями. Аромат еды сразу слюна выделялась. Вы чувствуете, нет, сейчас? Там было все, чего не было там, за калиткой. И человек, ученик, он вдруг вспомнил, глядя на стол, что он отправился, не очень хорошо позавтракал. И он сказал, Гуру Махарадж, можно я немного перекушу, а то идти до заката это твой путь, ответил гуру и продолжил путь. Ученик подумал, сейчас быстро перекушу и догоню. Но прекрасные блюда, разносолы, хмельное вино и пиво затуманило разум человека, ученика. И он даже не заметил, как солнце село. И он оказался опять у закрытой калитки. Он повернулся и увидел дом духовного учителя. Он подошел, гуру говорит, давай продолжим завтра. Он сказал, вы знаете, ну так уж получилось, я как бы не заметил, и он стал оправдываться. Потом он стал говорить, ну вы-то видя, что я такой глупый, могли бы меня подтолкнуть, как-то наехать на меня. Гуру улыбнулся, это твой путь, нет проблем. На следующее утро ученик очень решительно настроенный, опять шагнул с духовным учителем на этот путь. И они пошли, он не обращал внимания на птиц, на водопады, на стол он посмотрел и мимоходом зацепил с собой пару бутербродов, но не остановился и скорость даже не сбавил. и не успели. они пройти и четверть пути, как впереди он увидел сидящую под деревом прекрасную девушку. и девушка порезала ногу и просила о помощи. Гуру сказал, вернее, ученик сказал, Гуру Махарадж, я помогу, она же нуждается в помощи. Гуру улыбнулся и сказал, это твой путь. ученик подбежал и стал помогать девушке. Они познакомились, разговорились, так прошли годы. И когда эта женщина эти отношения опоршивили и присытились, в какой-то из моментов после очень сильной скандальной ситуации со своей женой и уже с многочисленными выводками, он вдруг вспомнил, что семейная жизнь, это майя, правы были, шастры, правильно говорить. И он прибежал к Гуру, Гуру был уже совсем старый. И он сказал, я еще хочу попробовать. Гуру сказал, это твой путь. Что ж вы меня не предупреждали. И он начал говорить, да я вот ну понимаете, ну как же. Гуру спокойно слушал и еще раз сказал, это твой путь. На этот раз он был настроен в три раза серьезнее, чем в предыдущей. Он даже прошел, не заметив никакие пруды, ничего, не захватил даже два пуртерброда, наплевал в сторону красавицы. И он все время смотрел на время и на солнце. Но в этот момент их догнал всадник. И когда ученик стал смотреть, он увидел, что на коне едет его лучший друг. Друг соскочил с коня и сказал, наконец-то я тебя нашел. Что друг, что случилось? Твоя мать умерла. Как? Сказал ученик. Да. И ученик посмотрел на Гуру и сказал, ну это уж махараж, сами понимаете, долг для матери обязан тем. Гуру улыбнулся и сказал, это твой путь. Он похоронил мать, потом нужно было разделить имущество, потом нужно было разобраться с родственниками, с детьми, с врагами. Он стал глубоким стариком и вдруг вспомнил, елки, это же все мая. Он делил квартиры, деньги, а путь-то всего можно было пройти до заката. Он прибежал к Гуру, а ему ответили, Гуру умер. Тогда он побежал за дом и не нашел калитки. Он стал спрашивать, а где калитка? Люди сказали, какая калитка? Тут никогда не было калитки. Он зашел в дом Гуру и увидел надпись, калитка и Гуру нужна только тому, кто решился пройти путь. глупцу это не суждено. Али Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Можно их очистить. Есть история, о которой пишет Парупада, описывает шастры это история одного царя, который решил стать браманом, изменить свои качества. Его звали Каушикамуни, но когда он был царем, как его звали? Вишвамитра. Он был кшатрием прирожденным, но позавидовал могуществу браманов и стал менять свои качества на браманические. Есть история, какой он очень интересный браман стал. Не слышал? Помнишь? птичек сжигал, пожертвования просил очень странно. Стучался в двери вот так и кричал открывай смиренный браман пришел. Мне нужны пожертвования, а не то. Чисто по-брахманически я вас всех прокляну. Как ты думаешь, он стал браманом или он оставался просто изображал из себя брамана, но оставался по природе кем? Кшатрием. Для этого? Да, он стал браманом. Но я говорю, очень интересным. Очень необычным. Поэтому лучше быть таким кшатрием, чем вот таким браманом. Надо было до конца исполнить свой долг. Единственная его проблема была, он не пытался стать вайшнаумом. просто исполняя свой долг. Арджуна тоже хотел избежать этого. Хотел замедитировать по-брахмански. Потом он хотел вообще как шудра себя повести. Да, пусть все забирают. И так далее. Но Кришна ему сказал, нет, ты должен исполнять свой долг. религиозный долг на основе своих качеств и способностей. Мы не всегда обучены в соответствии со своими качествами, поэтому мы видим очень много проблем в своей жизни. Очень много. Поскольку кшатрии они выполняют какую-то странную работу, обученные чему-то странному. Люди не занимаются этим делением общества на аварны, то есть на сословия. Почему? Они не знают своих родословных. Родословные. Они не воспитываются в соответствии со своими традициями, которые были у них в роду. И поэтому коммунисты и советская власть сделала все, чтобы уничтожить все родословные, все корни, спрятать от людей. И люди не получали определенного воспитания, общения, не росли в ценностях своих традиций, не своих форм религиозных, а своих традиций глубоких. Поэтому Арджуна беспокоился о том, что традиции исчезли. Потому что знание наиболее эффективно передается в традициях, нежели в философствованиях. Более эффективно в традициях. Поэтому Шила Прабхупада возродил традиции вайшнавов. Традиции. Традиционная одежда, традиционное поведение и традиции очищают очень хорошо. Но также есть философия, то есть объяснение, почему мы следуем традициям вайшнавской культуры, некогда существовавшей. Потому что в традициях скрыто что? Знание, которое помогает нам решать многие проблемы. Но чтобы это понять, человек должен очиститься в своей области, как говорится, лучше быть честным вайшнавом сапожником, чем притворщиком браманом. Ну то есть правильно я понял, я не правильно что вайшнавом может стать любой. Поэтому Господь Читания провозгласил, Читания Черитамы можете прочитать, что мы не шудры, не вайши, не кшатри, не браманы. Мы вечные, нижайшие, смиренные слуги, 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 слуги и всех остальных слуг. Это духовное положение, это положение души. Когда человек становится слугой, это означает, он прогрессирует в духовной жизни. Но когда человек становится кшатрием или браманом, он прогрессирует в какой жизни? В материальной. Потому что так легче ему просто заботиться не о душе, а о чем? Вот здесь прямо в комментариях. О своем теле. Поэтому брамана, кшатрия, шудра, вайша, это то, через что вы можете позаботиться о теле. но ашрам это то, через что вы можете позаботиться о душе. То есть, работая кшатрием или работая брахманом, или работая вайшей, или шудрой, все должны выполнять предписания, соответствующие его ашраму. Для чего? Чтобы очиститься, для понимания чего? Как приобрести знания? Когда человек приобретает в результате понимания знания, он может решать проблемы. Какие? Вот как сапожник решил все свои проблемы? Абраман не смог. Помнишь, да, эту историю? Всегда у человека отсутствует понимание, когда он осквернен. Как жить в храме, не работать? Кто же будет за нас работать? Потому что их сердца осквернены, они не следуют ашраму. Перед инициацией они начинают бегать, прыгать из-за сентиментов. Но я вижу, что они не следуют ашраму. Почему? Потому что я вижу, у них не приходит понимания, как можно жить в результате жертвоприношения. как можно существовать в результате исполнения религиозного долга. Они так и не поняли, что артха, материальное процветание, это результат дхармы. А дхарма это исполнение религиозных обязанностей. Они не понимают этого. И поэтому они все время говорят о какой-то кармической работе, о каких-то долгах, которые надо теперь на заводе работать, чтобы их отдать. Один человек просто мне поверил здесь, вот совсем недавно, есть. Я ему сказал, ты мне доверяешь полностью, целиком. Ну и у меня же есть куча недостатков, успокойтесь, Лакшмаряна, я кроме вас никому не доверяю. У него достаточно большой долг был. Вот здесь, прямо здесь, этот человек не пришел, он бы сейчас это подтвердил. Я знал, что он мне доверяет, просто перед тем, как избавить его от долга, дать ему знания, я должен был узнать, насколько он принимает мой авторитет. я ему сказал, что надо делать в религии. Он это сделал так, как я ему сказал. Худо или бедно, но он делал это в правильном настроении. И долг исчез. Официально прямо. Тот человек, который должен был ему, написал ему расписку, не имею никаких претензий, этот человек мне ничего не должен. И он говорит, фантастика, его кто-то пнул прямо внутри сердца. Может быть, Христос его пнул. Кто угодно. Но он подумал, прости, долгие, как и мы. Сейчас он опять вдохновился. Но это работает идеально. а представляешь, сколько ему нужно было бы пахать. Он мог только этот долг погасить, если бы сам понимаешь, что. Причинил бы беспокойство кому-то. Это можно было. Но каким-то работать где-то в охране. 7 тысяч долларов это сколько? 210 тысяч. Вот представь, ты бы кому-то 210 тысяч должен. Сейчас. Через месяц надо вернуть. Люди с пушками приезжают к тебе. И тебе говорят, через месяц не отдашь, мы тебе наругаем. И включают тебе еще что? Такая у них тут кубики на фуражке и буквочка Т. Такси. Они тебе вот так с ним поступили. Вань, вот ты бы что стал делать? Ну, молиться Кришне бесполезно. Я не вдохновлял его молиться Кришне и тут что-то делать. Совсем другие вещи я просил делать. И у него получилось. Он поверил мне, что не надо бежать, никого бомбить, не надо работать как осел. Вань, ты как 210 тысяч в месяц сможешь через месяц дать? Работая в охране. Конечно, все в руках Кришны. То есть, твои деньги как раз в руках Кришны. Я понял. Чувствуются христианские традиции. Бог заплатит. Бог простит, Бог с вам судья, Бог заплатит. Бог в помощь. Я помню. Помоги! Бог в помощь. Представляете, врачи такие были бы. Судья с крестами. приходят, а Бог в помощь. Исцелися сам. Это знаменитый, так сказать, лозунг. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Пожалуйста, вопрос. Продолжайте, это ваш путь. Я-то все понимаю. Очень часто спрашивают. Вы что думаете, я не понимаю, что ли? Женщины там, что надо их спасти. Я очень хорошо понимаю, что там, жрать захотелось, и там, помутнилось. Я очень хорошо. Как было все красиво. все понимаю. Поэтому вы не думайте, что я прямо так вот, вот там, на меня обидится, я какую-то лекцию прочитаю, надуется уже, что он, не будем ходить, будем ходить только на Китань, на Киандру. Да ради Бога, ходите. Ваш путь это. Это ваш путь. А то, что я делаю, это мой путь. Делайте. Жените там всех, пережените там, что-то, долги отдавайте за них. Ну, что угодно делайте. Матерей хороните, жен, что угодно. И всем доказывайте, доказывайте, что это, ну, как же, это же, это ваш путь. Который на самом деле можно пройти до заката. Но не нужно распыляться и обращать внимание. Такой легкий путь. Смотрите, как тяжело бывает пройти дураку. И сколько отмазок, сколько обвинений в адрес того, кто нас ведет, там того, сколько обстоятельств. поэтому никогда не верьте, что я поверил вам. Какие у вас обстоятельства остановили. Это ваш путь. Вы-то верите в это. Сами. Подписывайтесь, пожалуйста, разница в этих действиях и бездействия. Действия – это то, что приводит к правильному результату. А бездействие – это то, что не приводит к этому результату. Хотя действие совершалось. – Ну вот и подумай. Вот человек, представим, что делал, 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 делал и ничего не получилось. Что не делал, ничего не получилось. Что делал, ничего не получилось. Что это, действие или бездействие? Ну, представим, что ты строил, 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 все приходят, но ничего нет. Ты потом докажешь, что ты что-то делал? Да? Ну, а ты будешь говорить, я делал. Если бы ты делал так, то должен был бы получиться что? Результат. То есть, действие приводит к чему? К результату действия. Вот поэтому и говорится, пустая трата времени была. Поэтому Гришна говорит, есть действие, есть бездействие. Что действие определяется в знании? Не через движение, а через результаты. Поэтому Пруппады говорит, судят о человеке. Исключительно в духовной жизни. Почему? По результатам. А что он там очень долго бегал, очень много прыгал, очень много орал, чесался, что-то поднимал, какие-то тяжести, все круглое катал, все плоское носил. И что? Так он и не дошел до заката. Каждый раз начинал опять с этой калитки. И каждый раз он делал какие-то выводы. Но потом настигали друзья, настигала смерть жены, детей, там кого, друзей, надо было пилить, делить, ломались руки-ноги. Ну, что там не происходило? И каждый раз он какие-то справки нес, показать гуру. Как честно признавался, что он это делал. Но неужели вы думаете, что человек, который прошел куда-то, он не понимает, почему вы не дошли до туда? А? Неужели вы думаете, что это надо семь пядей во лбу, чтобы верить вам, что тут плохие все, то плохое, там жена плохая, детей слишком много на штургал, тут надо пилить квартиру, так сказать, ехать там то, все. Неужели вы думаете, вот вы сейчас историю слушали, по какой причине он не прошел путь, который можно было пройти до заката? А? Ну, сейчас мы можем философствовать, кто-то может более умнее, так сказать, а вы ничего не говорите, просто возьмите и поймите. Ощутите это понимание, не надо его говорить. Цель не то, чтобы выслушать ваше понимание, а прочувствовать ваше понимание. Это ваш путь, поэтому человек иногда думает, что вот кто-то, гуру, так недоволен, он прямо так страдает. Кришна все время улыбался. Если вы прочитаете Махабхару, то когда он кого-то наставлял Арджуну, когда видел, как Арджуна страдает, как он говорит, там сына убили, так что, не можешь понять, сына убили, эх, если бы у тебя убили сына, ты бы меня понял. Эх, жену потерял, если бы у тебя жена потерялась, тогда бы ты понял. А Кришна все время улыбается. Он думает, елки, он какой-то, олигофрен. Видать, он не хлебнул, горе. Как мне тут одна девушка рассказывала историю, как одна девочка строила из песка замки, и рядом мальчик тоже. И каждый раз, она очень красиво делала эти замки и ломала. Сделает и сломает. А мальчик сделает и бережет, потом другой сделает. А девочка, раз, сделает. Так по сторонам посмотрит, раз и сломает нафиг. И он так говорит ей, ты что делаешь? Так все красиво. Она говорит, лучше я сама сломаю, чем я буду ждать. Потому что если сама сломаю, не страдаю. А если кто-то сломает, это причинит мне боль. Умная девочка. А? Вот я тебе хочу теперь сказать вопрос. Что такое действие и бездействие? Чем она занималась? Ничем она не занималась. Она дуру гнала. Так же, как и мальчик. Так что есть очень много историй. Если вы не получите комментарий правильного понимания, то вы привлечетесь и будете думать, что вот это и правильно было. Так люди и делают. Берут материал песок, который уже заведомо понятно, из него ничего не выстроишь. И строят в надежде, что это останется навеки, это дружба, любовь, эти все отношения или что-то еще. Но какой материал они используют в построении этого? А? Что далеко ходить? Когда мне рассказывали, я говорю, да ладно. Я говорю, я еще круче знаю историю. Куда круче? Называется она «Три поросенка». А это что там? Девочка строила замки, все это там вечно обрисует. Три поросенка. Это куда круче история. И эти свиньи все время кого-то обвиняли, первые две особенно. Все критиковали, ту свинью, которая строила из других, так сказать, вещей. Все критиковали, все там то, все, пятое-десятое. Никогда. Но потом, как что-то, раз, куда они бежали? Может быть, та-то была тоже свинья, но у нее мозги были. Чем она отличалась? Вот вроде все трое, все свиньи, да еще братья. В Боге. Кто же вам говорит, что я там, лебедь там или что? Нет, я такой же. Но видите, какая разница, что свинья, свинья рознь. За одной свиней можно покатить, а за другой нет. У одной свиньи прибежище, а у другой свиньи только радость и веселье, там проблемы какие-то, то работа, то еще что-нибудь. Но все они собрались в доме вот той свиньи, которая что-то соображала. Хотя такая же свинья. Ну, ни дать, ни взять. Поэтому задумайтесь, это очень хорошая история. Это твой путь называется. Не надо думать, что мы оправдались, что мы там показали что-то кому-то. Неужели вы думаете, что тот, кто идет или прошел дальше вас и больше вас, он не соображает, что с вами случилось? Уже ли вы думаете? Как ты думаешь, если бы он не обращал на смерть мамы, папы, жены, детей, шо там как, хотя они все стонали, помоги, сердце гибнет. Тра-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Потом они говорят, невиноватая я, он сам пришел. Думайте, вам жалко этого путника? Вы чувствуете сострадание? Ничего, в следующей жизни они померятся с духовным учителем. И в следующей жизни та же самая история прозвучит. Эта история очень древняя. Хочу вам сказать. Теперь, в заключение, хочу вам сказать, эта история древнее всех историй на свете. Она называется «История, как я не дошел». И был целый чемодан оправдательных документов. Свидетельство о смерти всех было. Свидетельство от тех, кто видел тех, кто свидетельствовал. И так далее. Полное алиби. Да. Там были слезы, бутылка слез выплаканных, там, кстати, горшок с переработанными продуктами и так далее. И так далее. Все это я понимаю. Но так не хочется это принимать. А вы что, не знали, да, об этом, что кто-то умрет? Кто не знал? Что вам рано или поздно придется оставить? Так стоит ли жизнь свою положить на это? Вас поймут. Но когда вы поймете, вы опять прибежите. Но будет уже что? Поздно. Подумайте обо всем о своем бизнесе, о каких-то там идеях. которые ничего кроме препятствий не создают вам на этом пути. Которые вы так искренне объясняете всем. Особенно папу на Даршине. Мы так хотели этого. Ну, и начинаются справочки, там, работа, жена, дети, сапоги, трусы, майки, фуфайки, кассеты, билеты. Ой. Да? Работа и рожа нам вообще ваша не нравилась. Поэтому мы не прошли его. А так хотели. Но ваша рожа нас остановила. Но тот, кто прошел, хотя бы частично, он все понимает. что это ваш путь. И никто не виноват, кроме вас. Никто. Хотя каждый теоретически знал, что на этом пути все это встретится. И на это не нужно будет обращать внимание, если вы решили его пройти. Поэтому понять можно каждого. но принять это как причину, почему он не прошел, невозможно. Потому что кто решил пройти до заката, он должен от этого от всего, что... То есть он должен все пройти через это, не останавливаясь. Как обрести решительность? Надо слушать решительного человека, общаться с ним, дружить, вкушать остатки его пищи, собирать пыль с его стоп. Это означает слушать указания этого человека. Есть история про упадок, где рассказывают, как человек он не совсем мог понять, что значит принять пыль со стоп Вайшнава. И он буквально понимал это. И пропадок говорит, чтобы буквально понять эту историю, что значит пыль Вайшнава, это не значит ходить и пыль со всех собирать. Но есть такая история, когда человек полностью понял буквально это и собирал пыль с Вайшнава. И он также достиг но он с полной верой это делал. С полной. Люди то вкушают просад и не верят, что он очищает. Люди повторяют джапу и не верят, что это дает любовь к Богу. Люди поют божеству и не верят, что божество живое. они поклоняются мурти праупады. Мурти означает трансцендентная форма, то есть форма, которая реагирует на все. Но они не верят в это. Поэтому также они собирают пыль, едят остатки пищи, не имея веры. И поэтому праупады говорят, что те, кто не имеют веры, не должны собирать пыль или кушать остатки. Они должны понять другой аспект, предназначенный для них. Собирать пыль, это означает принимать наставления, указания этой личности, исполнять их, так как вам сказали. Это принять пыль. Вкушать остатки пищи предложенной, это означает, что вы ничего не делаете в своей жизни, связанное с отсутствием режима, который вам устанавливает эта личность. И выпить черенабриты со стоп, это значит разделить ответственность с тем, кто вас ведет по этим путем, облегчить его деятельность, высвободить его от многих решений, многих других проблем, на которые ему приходится тратить столько сил. Как вот избежать на тебя добывать, что люди выслушают, историю отречения, они начинают действовать, это приводит к отрушению, они не рушат все. И что же они разрушили, если бы они до заката дошли до конца? Гроб мамин? Или что, стол разрушили? Или ту красавицу разрушили? Ну-ка расскажи мне, Рома. Ты иногда задаешь очень трансцендентальные вопросы. Ну-ка расскажи, вот хорошо, понимание рождается из чего? Сейчас вот я битых два часа объяснял. Из очищения. Так что? Почему ты не понимаешь и хочешь прямо сейчас его здесь достигнуть этого понимания? Через исполнение обязанностей религиозных приходит очищение. в результате этого очищения человек начинает понимать о чем говорит философия. Правильно понимать. Из этого правильного понимания рождается что? Знание. Что такое знание? Что нужно делать, как и для чего, чтобы решить эту проблему? Все? Я вопрос задам, потому что на благо всех других живых существ. Как бы правильное понимание ты сейчас хочешь с меня вытянуть? Ну давай. В чем состоит просто меня такое подозрение возило, что якобы человек со временем очищается со временем и вот он под старость начинает со всеми. Под старость ну прямо да. Так вот что я хотел спросить? То есть он очищается и под старость чистый приходит и говорит все, очистился. По пониманию. Если он понял, что надо все оставить, значит считают, что человек очистился. А что надо было оставить? Желание наслаждаться любви. Ну и? Ты сам с собой разговариваешь или со мной? Я ничего не отвечаю. Ты прямо тут же спрашивай и начинаешь отвечать сам себе и все и потом довольный ромка. Усенья броха говорю по-русски. Отсчитать не могу. Пожалуйста, поясните, как можно знание рассмотреть и правильно ... Да-да, вот это уже санскрит это пошло. санскрит автору. Автор поднимитесь. Автор есть. Что? Нужно сделать, посмотреть, что в знании, что правильно понять. Не хочет. Инкогнито. Анонимщик. как Гавина динь-динь-динь-динь-динь-динь. Поэтому принц уходит к писателю. Нет? Да? Все? Отказались? Не важно. Пожалуйста, поясните, как можно в знании рассмотреть и правильно относиться к анхи-да-и-вы. О! Анхи-да-и-вы. Это значит, я как понял, отхи-да-и-вика. Отхи-да-и-вика. Отхи-да-и-вика это проблема тела и ума. Видишь, я все-таки разобрал. Очки волшебные. У меня волшебные очки. Об этом знают белки и жучки. привычки и желания, принесенные с прошлых жизней. О! Работают! Пожалуйста, поясните, как можно в знании рассмотреть и правильно относиться отхи-да-и-ви привычки и желания, принесенные с прошлой жизни. Теперь следующая проблема. Да, теперь это все надо как-то переварить, разложить. в знании и правильно рассмотреть это означает занять это все служение. Исполнение религиозных обязанностей. Это значит правильно воспринимать это. Какая разница, какая у вас отхи-даева или что-то, или отхи-атма, или отхи-пута. Просто должны в любом состоянии действовать. В любом. Везде есть исполнение религиозных обязанностей. Один из видов одних обязанностей очень заменяется хорошо другим. Вознесение молитв. Если вы не можете поклоняться мурти, реально нет мурти, вы можете его создать. Называется маносом мурти, когда человек в уме создает образ Господа, но создает его авторитетно, как он выглядит, если его раньше видели. Даже в плену можно поклоняться и исполнять все свои обязанности, будучи связанными, прикованным. Потому что у человека есть ум. Можно занять свой ум в исполнении всех обязанностей. Это также определенный вид деятельности, позволяющий очиститься. Как люди некоторые ловят себя на том, что они из зависти сейчас действуют или завидуют. Они могут себя ловить на этом. Это очень высокий уровень реализации. ловить себя на том, что ты критикуешь или имеешь неправильный мотив. Все это вопросы деятельности. Для этого человек должен получить какой-то опыт от опытного человека, который говорит об этом. Что в этой ситуации так надо действовать, в этой ситуации так, в этой так. Если ты греха вот так нужно, вставать нужно, вот то делать так, так, омовение совершать, читать столько любов, тебе вот так надо действовать, но вы можете вот так действовать, вы вот так. И в любом случае существует общее положение и существует частности. Как общее положение, все должны служить в вооруженных силах мужчины. Но есть какие-то сумасшедшие сироты, имеющие по пять детей, не должны служить в армии. Если у человека нету обеих рук и обеих ног, он может быть оратором в армии, кричать. Смирно, вольно. Есть какие-то частности. Кто-то там пушкарик, зажигальщик, кто-то подносящий снаряды. Это не значит, что все стреляют, никто не заряжает. То есть разные обязанности. Также в человеческом обществе есть разные обязанности. Есть общие какие-то обязанности. Читать не менее 16 кругов. Ну как читать время? Это может вам говорить авторитет. То есть тот человек, которого вы считаете удачливым в духовной жизни. Но это не означает, что вы соображаете, кто удачлив. Поэтому обычно обращаются к непререкаемому авторитету. Это означает к гуру обращаются. Говорят, кого мне слушаться, с кем мне там общаться. Но обычные духовные учителя таких личностей назначают кем-то, указывая на их положение. но это не всегда. Пропада установила так, что президент храма является представителем всех духовных вчителей для всех учеников. Региональный секретарь является представителем GBC, управляющего органа и законодательного органа. Ловко я устроился. Так что не ищите всем мне по 500 рублей. Когда люди не слушаются, они все время мне 500 рублей дают. Все время. на, замолчи. Так мне. Я там раз быстренько проходит. Просят меня 500 рублей. Фу, какая гадость. А я только этого и жду. А некоторые вообще ничего не соображают. Подходит к какому-то Ваське, который сам вообще даже и калитки ты не видел ни разу. Вася, как же пройти духовный жду? А он О, я знаю, вот так надо идти. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И Вася рассказывает. Иди. О, Васька правда лучший. Мы как раз так и хотели идти. И что, кто знает? Я очень мягкий, я очень мягкий. Да, мы видим. Поэтому ты спасешь нас, ты очень мягкий. А он не спасет, он очень твердый. И люди сентиментальны. Не знаю, не могут даже разобраться. Поэтому кто-то непререкаемый авторитет. Вот, слушайтесь президента, слушайтесь местных авторитетов, потому что они поставлены авторитетной системой. Поэтому это называется все как парампара. а не то, что я думаю. Кто-то мне нравится больше. О, вот это мне нравится. Раз он не нравится, значит он духовный, очень духовный. Нравится мне очень. Бухон, он все время внизу сидит. Раз в месяц он сидит внизу. и он духовный. Поэтому давайте, пожалуйста. Пожалуйста, расскажите о предстоящей неделе. Нет. О предстоящей неделе? Хорошо расскажу. Завтра будет понедельник, за ним будет вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Я просто, если вы говорите о Домодараж, о месяце Картика, я сейчас вывешаю там бумажки. Какие аскезы надо принять тем, кто в храм не ходит, кто спасает мужей, кто в ссора, там все описано. И что вы хотите, то и делайте. Авторитетно? Или спросите того, кто более мягший. Если доверяете бумажкам, бумажки я вам вывешаю. Доверяете мягкости, мягкость будет. А если хотите знания, то просто обратитесь, займите нас предным служением. Вы что думаете, Картика отмажетесь, что ли? Так все легко было бы и просто. Попастился на Картику и все, и духовный стал. Представляете, каждый день нужно что-то делать правильно. Вставать, читать свои круги, изучать шастры, поклоняться Кришне, нести ответственное служение. Ой, столько нужно. Очень много. Ежедневное поклонение Кришне в храме. Представляете, нужно каждый день божество видеть и выказать ему свое почтение. Ты не беспокойся, я здесь, просто опоздал хотя бы. Ну, серьезно, хотя бы, что вы, Кришна не поймешь, что ли, по крайней мере, скажете, но опоздал. А то начинаете. Вот, Кришна спрашивает, мы же так-то не слышим Кришну, он тоже спрашивает. Но поскольку мы глухие, тогда он включает, допустим, Лакшмина Райана включает. Лакшмина Райана приходит. Чего ты не бухра? А, да у меня, о, если бы вы понимали, у вас нет понимания, а вот тот проповедник, он понимает. Ладно, ради Бога. Справки мне показывают, видите, с такого по такое. Не ходил вообще, лежал. Вот отпечатки пальцев на лекарствах. Но это ваш путь. Запомните. Я для этого вам рассказал эту историю. Это ваш путь. Тормозите вы. Я все понимаю. Вы мне тормоза можете показать. Вынести своего мужа пьяного, прям показать мне его. И сказать, ну вот посмотрите, разве я аж могу ходить в храм? Можете. Независимо ни от чего. Можете совершать преданное служение. Можете стать чистыми преданными за одну жизнь, независимо от своей кармы. Кто мужчина, женщина, бандит, тупой, и хоть кто. Все это реально. Если просто предаться. Просто. Глупцу? А, глупцу. Вот представь, вот я точно узнал, что я глупый вообще, как Чиполлино. Вот я лично. За 27 лет я, я еще быстро, в общем-то, созрел, как лук. Как лук, я очень продвинутый, потому что я в 27 лет точно понял, что я идиот. Ладно, глупец. Глупец, ну такой, знаешь, как бы такой. Типа, а-а-а-а. А я-то понял, что в психиатрии, как вы думаете, что является рубежом вообще? То есть все, дальше уже нету. Я сказал, идиот. Я не думал, ну я, там, имею недостатки, кое-какие, идиот. Ну это все уже, извиняюсь за вооружение, это предел. И я понял, что я на пределе, уже живу на предельной, на предельной высоте этой глупости. Это называется идиотизм. Как ты думаешь, что я сделал? К психиатрам. Кто идиотов? Никто не лечит. А мне говорят, вот на книжку, Багавадгита, как раз для идиота. Я начал читать. И подумал, надо предаться. Потому что тот, кто не предался, он не понимает, что он идиот, что он глупец. Он себя мнит кем? Мудрецом. Гордый. Я сам знаю, как стать. Да я сам. Пойду на работу и все будет. И счастье достигну. Прямо там, на работе. Во время работы начнется этот состояние гипертензии. Состояние махаполюции. В момент в йоге называется пхава. Люди чего только не выдумывают. Если человек понял, что он идиот, то иди, обратись. Прупада говорит, отношение духовного учителя с учеником это отношение врача с пациентом. и врач должен быть квалифицирован, и пациент должен очень верить врачу. Доктор, у меня это. А, это мелочь. Ловлюсь? А суть-то в чем? Что таких людей, которые поняли, что они, это называется смирение. Смиренных очень мало. Все в основном они. Сам знаю, как мне действовать. Я сам знаю. Вы ему говорите, ну это неправильно. Мы на тебя обиделись. Не тактично. Ой, елки, простите. у людей же что в голове-то? Мы сами знаем. Мы любим гуру. Что бы вы ни говорили, мы его любим. Сейчас хотел вам рассказать, но не буду, а то обидится. Но любовь, она не в том, что у вас много фотографий, и вы орете всем, и всем доказываете, что вы любите. И чтобы доказать, можете любовь замочить, чтобы все знали, как вы любите гуру. Но любовь к гуру проявляется через что? А? Ну, так просто. Тогда ничего не надо орать, никому ничего доказывать, бить себя в грудь детьми, или чем, пяткой себя с прыжка в горло пинать. Не надо. Если вы на самом деле принимаете прупаду или гуру, вы просто что? Свою любовь показываете чем? Так понятно, кто любит больше кого. не надо орать и кому-то что-то доказывать, приходить. кто думает я, да я не люблю гуру, я вообще за гуру вам глаз высосу. Да я вообще. Это вы дали мне такие указания? Нет. Я просто сказал, пожалуйста, делайте, это ваш путь. Когда ко мне приходят, мы хотим поехать в Москву, но я не против. Мы хотим там жениться, но ради Бога. Но вы думаете, дойдете ли вы теперь с этими всеми причиндалами? Вот в чем суть. Я говорю, я же хочу вам сказать, как это повлияет на вашу. Да нам нравится это просто, нам нравится эта дядька, нравится течка, нравится себе. Я-то понимаю, но так невозможно пройти до заката. А жизнь очень быстрая, что? закатывается очень быстро. Поэтому он сказал, может быть несколько сантиметров, может быть километров, а может быть, все будет зависеть от от кого? От гуру. Что это? Санек, ну-ка, скажи мне, что это за дикие телодвижения? от кого будет зависеть? Правильно. От самого сем я. Молодец. как мимо стола проползти все-таки, да? И тетке убежать, пробежать, елки. Это ж невозможно. Ну, вы ж понимаете. Да, я-то понимаю. Я поэтому говорю, я всех понимаю, но не принимаю, что это отговорка, и что это на самом деле было препятствием. Что это? Виноват стол, виновата тетка, виноват кто-то. Я не принимаю, что виноват вас муж, потому что вы его не можете оставить, потому что он бухает. Если я уйду, он же сопьется вообще. А в этот момент, только до остановки дошел, он уже спился. Ну, это ваши проблемы. Сколько мы историй этих выслушали? О, дворец, отпусти меня. О, подданные, отпустите меня. О, дети, отпустите меня. Ну, это невозможно, если мы сами за это держимся и говорим, что якобы это... Но проблема-то в чем? В ком? А что будет авторитет говорить? Попробую вам что-то скажи. Вот вы себя видели в этом состоянии? Вы же с обиженными лицами, вы с возмущением. Я такое впечатление, что я такой, знаете, как Лаврентий Палыч что-то вам делаю. И вы точно знаете, что у фамилия Берия просто сделал пластическую операцию. Такое впечатление, что я ваш враг и что вы несчастные такие бедные и я просто чикадил а! Я там наоборот вам хочу порой даже силком что-то делаю только потому, что мне вас жалко, потому что вы будете потом сожалеть о том, что вы потратили жизнь на то, что вам нифига не даст никакого очищения ваш пьяный муж не даст вам никакого очищения вам не даст ваша жена ваши дети сопливые никто не даст потому, что все они просто станут одним большим препятствием и когда вы это поймете может быть уже что поздно когда вы это поймете но из имен Кришны знаете какое вот кто знает нет тот кто устраняет препятствия на пути преданного служения бульдозер ну пусть будет так если мы хотим чтобы Кришна нам помог и мы искренне Кришна нам помогает но он когда видит что мы орем то о Кришна убери препятствия убери так вот убери вот этих проповедников нафиг а вот это все оставь о и пропадок говорит лицемерят они они лицемерят они выдают себя за то что они как будто пришли за духовными целями обманщики поэтому лучше они пусть остаются но они должны следовать религиозным принципам совершать совершать все ритуалы тогда они очистятся до этого понимания что лучшее что это оставить не обращать на это внимание иначе заново опять та же калитка которая описывается в шастрах как место откуда появляются дети опять та же калитка то есть опять все заново новое рождение для чего пройти путь а на пути опять что справки доказательства и в момент смерти опять себе убеждаешь потому что то было то и всегда вокруг тебя те кто это понимают да 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 конечно это понятно конечно да да это тоже понятно что же там квартира как же ее не распилить так я понимаю конечно а тут как же друзья там мать померла это вообще ты что я то если бы у меня померла так я бы еще 10 завалил бы еще чтобы у других тоже померли чтобы потом с ними общаться потому что они тогда понимают что это такое Очень странно Я не хочу быть в окружении И поэтому Господь Чайтаня знает и сказал Прекратите общаться с такими людьми Вы даже не представляете Они вас собьют с толку Своими разговорами, своим пониманием Своим гадским Этим Гадостью это они вас собьют с толку Все эти другие религиозные вещи Они вам будут говорить А вот у нас христианство это нормально И вы будете восхищаться святыми Который всю жизнь ухаживал за мамой И Бог ему сказал Хорошо, хороший ребенок Молодец, молодец И он дуба врезал Поэтому нужно правильное понимание иметь Они все истолковывают по-своему Эти люди Сентименталисты они вам расскажут все это Что были препятствия Там, сям, ту, сю Нет У каждого есть возможность пройти этот путь У каждого Только одно условие Это ваш путь Хотите выставлять Я пойму Что вам у вас такие обстоятельства Я пойму Что все пойму Но запомните Это ваш путь Вы его просто что Не прошли Можете меня винить Что угодно Я просто буду каждый раз говорить Вы сами это сразу хотели Кто-то там все выбирает С кем же пройти этот путь Ай елки Вот с этим Нет, вот с этим А, ну вообще-то вы мне нравитесь Но вот тут мне нравится больше Ну подожду Давайте, давайте Это ваш путь Ждите Думайте Старейте Болейте И помирайте Заново будете рождаться Думать Вот так этот человек Он все оставил Чтоб на этом пути Не беспокойтесь Это ваш путь Поэтому не надо здесь никого осуждать Что-то орать Делайте И делайте так Как вы считаете нужно Не хотите Не надо Кого-то обвинять В том, что Вы неудачливы Вы знали все условия Прочитав Бхагавадгита Парупада говорит Можно все понять Что вам Объяснили все условия Этой деятельности А показывать Тыкать справки Ради Бога Как иногда человек Вот и знаете Я поэтому не пришел Я вот поэтому не ходил И показывать Оправдательный документ Но он вместе с тем Как не ходил Он и пропустил что-то Так ведь Он просто это не приобрел Чего смысл Ну ради Бога Хорошо справка у тебя есть Я вот не ходил на физкультуру Потому что у меня такая справка Ну поэтому ты И такой подвижный Все очень просто Не тот человек теряет Мы теряем Вы-то можете мне объяснить Я могу сделать доброе лицо Но поскольку Я-то должен о вас заботиться Поэтому я не доверяю вам Потому что я забочусь о вас Что для меня важно Чтобы вы его прошли Они красиво передо мной Отмазались И себе что-то надумали Еще очередную Бредовую отмазку Для себя Что как будто бы Вы на самом деле Раз это приняли Значит вы прогрессировали Да вы деградировали Это видно Это видно По вашим качествам Никакое там не было Ни служения Ничего Совесть просто замучила Опять все начинается сначала И опять Опять какие-то причины Опять сначала Опять причины Опять сначала И потом Ой давайте поститься Но не в этом суть Поститься То есть мимо стола пройти Но подорваться Так сказать На женщине с ногой Или там на мужчине Котору жалко стало Что он пьет А я же мимо не пройду Поскольку Я добрая Я добрая женщина Или я добрый мужчина Благородный рыцарь Махарадж Барата Уже подорвался на этом Я благородный к шатре Олененок бедный остался Как же От всего отрекся И не прошел путь Вернулся Да и что с рогами Ну можно говорить Это рога Олененок умер То есть все Как же Можно было что угодно говорить Каждый раз Можно что угодно объяснять Кого угодно обвинять Что вот это такое плохое Он такой Этот плохой Этот хороший Этот такой Как вы не поймете Что это Путь Каждого Ваше дело Тот кто хочет Чтоб на него наехали Ему запретили Он это принимает Кто не хочет Это и ваш путь Продолжайте Несите свои справки Доказывайте Что там такие обстоятельства были Я все Я все понимаю Но я за вас Не пройду этот путь Так же как Никто из вас За меня не пройдет Понимаете Никто За вас этого не пройдет, потому что вы болели. Никто за вас не пройдет то, потому что у вас кто-то умер. Никто не пройдет этот путь. За вас. Вам все равно рано или поздно придется мимо этого пройти, если вы не хотите опять начать заново. Вам придется в одной из жизней на это махнуть рукой. Это лишь дело времени. Но когда вы поймете, оказывается, миссия Господа читания закончилась. Это кажется, что 10 тысяч лет это так быстро. Вернее, долго. Это быстро. Один космический день, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Один день космоса. Представляете, 10 тысяч лет, что в таком промежутке временного? Это день Вселенной. 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Можете себе представить, если взять это, что это 24 часа, 4 миллиарда 320 миллионов лет, и взять эти 10 тысяч, сколько это время? А ну-ка, Рома, посчитай. Я хочу понять, сколько это будет. Ну, посчитай, Рома, давай. Секунду. А? Поэтому Махарадж, а кто это был? Кватханга, он пришел, да, кому-то там, к полубогам райских планетах и сказал, сколько у меня есть времени, чтобы вернуться назад к Богу. Они сказали, одно мгновение. Трути. А по земному исчислению сколько? А по земному исчислению где-то лет 5. Он спустился на землю, чтобы только растянуть время. И за 5 лет решил полностью овладеть наукой бхакти-йоги. И овладел. И вернулся навсегда. Туда, где не надо было страдать. И откуда не надо падать. Откуда тебя не вышибают, не выбивают. Вот почему говорится, что иногда полубоги, они рождаются на земле. Чтобы времени было. Потому что там время слишком. Хотя они живут дольше, а время скоротечнее воспринимается через чувства. Поэтому каждый живет свои 100 лет. Мгновение. Хотя все наоборот. Там у них там день, пол, и они говорят, мгновение осталось. Почему? Потому что когда человек наслаждается, время течет по-другому. Поэтому люди мало проявляют этого разума. Какой песенки? А, в песеннике. В песенке поются. Сострадателям ничего? К падшим, алкоголикам. Вы упали. Быть сострадательными, это значит давать им это знание. Вот прупада был сострадателем к нам. Видите, мы сейчас здесь, если бы он не проявил сострадание, где бы мы были? Вот вспомните любого, что вас привело в сознание Кришны или кто. Если бы этого не произошло, вспомните, какими ценностями и устремлениями вы жили до этого. И можно приблизительно понять, что бы сейчас было. Кто-то бы просто откровенно склеил ласты, кто-то бы сидел, кто-то бы сейчас где-то там ерундой занимался, крал бы потихоньку. Тихонечко, технично. Сменились ценности людей. Поэтому я объяснял недавно, что никто на самом деле не осознает, что произошло с нами. Сменились наши ценности, которые не менялись ни под натиском рождений, ни смерти, ни болезней, ни врагов. Ничего не могло сменить наши ценности. И какая-то лекция или звук, какая-то личность или книга смогла изменить наши ценности. Это просто фантастика. Попробуйте, и вы поймете, что круче знания нет сейчас на Земле. Ни одна религия не сменила ценности людей. Вы заметили это? Ни одна религия не сменила ценности людей. Назовите мне хоть одну религию, чтобы вы начитались книжек, и у вас ценности сменились. Нет. А эта деятельность так быстро изменила ценности вашей жизни. Это фантастика. Людей никакие пытки. Людей убивали, и они рождались заново с теми же ценностями и стремились к этому. Люди сидели в плену и мечтали о тех же самых ценностях. Людей ставили к стенке, и они сожалели о тех же самых ценностях. Они рождались заново и культивировали те же ценности. А тут два-три дня. Какой-то речь какого-то человека. Или книга какая-то вдруг перевернула мир. Вы представляете? Мир. Внутренний мир ценностей человека. Так вы можете себе просто представить и осознать, какую силу это имеет? Просто задумайтесь. Так вы можете себе представить, что такое мантра, что такое книги про упады, что такое чистые предные, что такое совместное воспевание? Мы даже не представляем, насколько могущественны эти процессы, которые меняют ценности жизни, которые устоялись, и непоколебимы были, миллиарды жизней. И ничего не могло сместить наши ценности. И никто. И вдруг какой-то голос. И у людей раз и сменилось. И они говорят, ой, не работает, жена, дети там. О чем вы говорите? Это у вас просто по запарке продолжается. Так скорее отпарьтесь. Шастра говорит, что к 55 годам человек должен хорошо размокнуть. Потом его надо помыть, и все, и выдавай из бани. В 60 он должен уже других зазывать в баню. Что делают предные? Зазывают в баню. Далее ты в баню распространяешь. Чтобы очистились люди. Вымолись. Зазывают. Давай пойдем мыться. Нечистых не пускают. Видели, как отец за стол не пускает ребенка? Много руки вымыл. И он думает, у вражья морда. И он говорит, ну как ты не поймешь? Это я шел, потом тут такое. Отец говорит, ну где руки мыть? Он раз идет, воду помочил, приходит. Все. Видишь, мокрый. Много поверни ладошки. Опять грязно. Иди мой с мылом. Потому что человек-то, он-то не понимает, почему отец давление начинает оказывать. Хочет подчинить. Или благо хочет этому своему ребенку. Все очень просто. И ребенок обижается. А, мужа, руки. Как мой сын говорит, надо в школу взорвать. Наслушался телевизор. Надо тротил, гексоген где-то достать. И подзорвать в школу. Классно в Беслане. Подзорвали в школу. Северный не учится. Я говорю, так они все в могилке. Он говорит, да это плохо. А вот как бы так подзорвать, чтобы и в могилку не попасть? Ну, тогда в дурдом попадешь или в тюрьму. Ну, мало ли, что там в этом глупом уме возникает. И это все серьезно принимать. Как отец, он снисходительно относится. Говорит, прекрати всякую чушь городить. И ребенок думает, какая же чушь, я такие вещи умные говорю. Вот так же и порой с вами начинаешь общаться. Или кто-то со мной наверняка так же. Я думаю. Тоже так же. Вы там что-то такое лепечите. И уверены, что вы говорите, такие причины. Вам говорят, ты иди давай. Да мадараш такую каждый день надо было петь в храме перед божествами. Потому что все проблемы устраняются чем? Ну, когда человек, понятно, вы, если его заставите, он не только не будет действовать так, а еще на вас подумает, что вы не квалифицированы или что-то еще, или просто не подчиниться. Тогда делают разные поблажки для людей. Как Кришна сказал Арджуни, не можешь так, делай так. Не можешь так, делай так. Не можешь этого, ну хотя бы это делай. Но если ты не можешь этого, тогда делай вот это. А если не сможешь и этого, тогда придется заново родиться. Все? И заново что? Все это опять. Пройти заново. И пройти-то не через розы, не через аллеи и парки, а через что? Через огромную-огромную яму, наполненной. Вот именно. Придется опять по ноздри пройти. И кто-то там говорит, я вообще эти книжки не понимаю, эти фильмы. Я не сожалею о бесцельно прожитых годах. Я думаю, что жизнь была удачной. Я подыхаю и вижу солнце. Что-то странно. Спасибо. Какой-то фильм недавно. Отрывки. Уже конец. Что такое советский. Там Санаев играл такой артист. Он там стоит. Спасибо тебе солнце. За то, что я любил и плакал. За радость и ненависть. Спасибо тебе солнце. Так сказать, все, солнышко. И оно солнце закатывает. И он старый такой. То есть, как бы, олицетворение заката жизни и результатов. Подведение итогов. Итого. Как говорится. Приходит мужик в бухгалтерию и говорит, я хочу получить зарплату. Она говорит, фамилия. Он говорит, итого. Харикришна. Спасибо. Спасибо. Пагалдгита Киджай. Шинаппада Киджай. Шинитай Гуранга Киджай. Голуру Проминанды. Харибу. Спасибо.